привет друзья это новая серия на моем youtube канале и сегодня я буду вам рассказывать не о том как подготавливаться к маленьким ивентам как подготавливаться к легким гонкам проем которые я еду а как готовиться к реальной гонке сегодня мы вместе с димой бруски будем готовиться к гонке про уровне он едет long beach и мы ему немного помогаем чем можем это заключается в том что мы просто где-то какие-то организационные моменты ему помогаем он обратился к нам за помощью и мы с радостью ему помогли но основное что мы делаем сегодня это мы помогаем ему оклеить автомобиль мы с ним сделали новый обвес на автомобиль приделали все сегодня нам наши друзья приехали помочь для того чтобы оклеить автомобиль чтобы автомобиль был красивый к этой гонке а также разные мелкие моменты подготовки которые нужно сделать для того чтобы автомобиль был готов уже завтра начнется тех комиссия завтра нужно автомобиль привести на long beach а как вы понимаете он еще совсем не готов все как всегда все последний момент и это интересно тем потому что для меня это возможность посмотреть как это все происходит изнутри понять какие нужны бюджеты дима также как и я едет просто с минимальным бюджетом он достаточно давно участвует проспек и был дважды чемпионом проспека у меня его автомобили сейчас он купил автомобил майкла с и тот на котором он выступает именно в про серии это автомобиль который может выдать больше 1000 лошадиных сил и готов гонкам такого уровня мы сейчас экстренно все подготавливаем и будем отправляться на гонку пожалуйста подписывайтесь на канал ставьте лайки я буду показывать вам больше такого контента а вас приглашаю к просмотру это интересной серии наверное коротко вам расскажу где мы вообще находимся это нереально крутое место потому что это сейчас называют по dd и блок а раньше это было именно хуниган бёрн ярд или хуниган шап именно здесь была мастерская кинблока в которой он все строил но вообще это просто легендарное место то есть это именно то место где раньше было кинблок вот этот спот на котором все эти дрифт видео и прочее кстати сегодня я здесь тоже раздал на своей бмв парни снимали для своего канала который называется тели драйв экзотикс это очень крутой канал очень популярные блогеры местные я рад что удается попасть в такие места у меня есть настоящие машины, у меня есть настоящие машины, у меня есть настоящие машины, я имею в виду м2, готов к смокчеку, готов к дороге, но у меня есть англ кип, вайсфаб, биск, кайловер и вкрученный дифференциал виткуры биск, конечно, у меня есть одном. Либо этоrisка. О, это такое классное хуничка. Ах, да это классное хуничка. Я согласен с этим. Это кваспорт мастерская у себя. Да, это классное хуничка. Комиссии немало. Да, это реально- Это смешно. Продолжение следует... Я думаю, что это немного лучше, чем Тесла. Немного лучше. Я думаю, что тоже. Это супер круто. Здесь вот стоят все машины Майкла. Седан Е46, F30 тройка на Б-58 тоже для дрифта полностью подготовлены. Кольцевая Е46, на которой, я так понимаю, он выезжает иногда в кольцо. Она на С54, таком же, как у нас, но без турбин, чисто атмосферный двигатель. А здесь у них вот такая вот комната, вы просто посмотрите. Это, кстати, тоже для дрифта делается. Просто посмотрите, какие тачки здесь стоят, а. Вы просто зацените. Это же ебанец. А здесь у нас Дима готовит колеса для гонки. Собираем. И просто посмотрите, какие запасы вот у блогеров. То есть, смотрите, это резина там для дрифта мы готовим. А здесь это резина для всяких ламборгини и прочих автомобилей. Тоже для того, чтобы делать вот здесь бюрнауты. Мечта, согласись? Давай подписчикам скажем, если они будут много нам лайков ставить и подписок, то они нам тоже дадут колеса бесплатные. Если мы не ставим, то у нас тоже скоро появится спонсор, а мы будем тоже жить. А пока у нас каждое колесо на счету, да? Да, да. Вот смотрите, этот человек заявлял, что он совершенно не колхозник. Вообще ни разу. Север, что мы делаем? Адаптер под адаптер? Я не колхозник, потому что машины колеса прям розмит стояли с крыльями. А этот колхозник, потому что они вот так внутри сидели. Не, я тоже хочу, чтобы максимально широко было. Но у нас адаптер под адаптер. Ты думаешь, как я чемпионов садебился? Не, ну конечно, самое главное, чтобы снаружи все выглядело очень красиво. Чисто на стиле ездим. Вот это. О, пошло ты на меня. Класс. идеально вообще. Я не знаю, если Майкл Леса это оправдает, но мы ему говорить не будем, вон что я оправдал. Так, ну что, процесс у нас идет, здесь машина клеится, а здесь, а здесь у нас уже второй автомобиль приехал на разгрузку. Вы поглядите. Машину доклеили почти полностью, останется еще багажник и крыша, а внутри на самом деле еще очень много работы. Ну как, это все вроде бы мелочи, но на самом деле достаточно долго. Еще самое прикольное, что вот это еще не сделана крышка бензобака, так скажем, но это не крышка бензобака. Такой фаерволл условно, да? Вот. И еще прикол в том, что его не совсем понятно, как надо сделать, потому что что-то там поменяли и Майкл уехал. Время пол-одиннадцатого и машина практически готова. Смотрите просто, как она офигенно выглядит. Это просто охрененно. Осталось, в принципе, приклеить только крышу и фактически нас полностью заклеен автомобиль, хотя нет, еще передний бампер не заклеен и задний бампер тоже не заклеен. Я думаю, где-то через часик мы закончим с этим совсем, но это очень весело. Друзья, время пол второго ночи. Здесь у нас, смотрите, машина и слава богу, это не та, которую мы клеили, а та, которую клеили. Вот она. Вы просто посмотрите, как она шикарно выглядит. Позже, уже завтра, уже на гонке, я вам покажу, как она со всех сторон красиво выглядит. Какие-то красивые кадры под съемок сделаем, а пока просто так показываю, что мы закончили время. У нас сколько? Пол второго ночи, да? Я же не ошибся. Да, пол второго ночи. Охренеть. А это вторая машина, которую тоже мы подготовили. Да, у Димана будет две машины на этой гонке, по сути, как и запасной автомобиль, но на самом деле это автомобиль для Pro Specco, а тот автомобиль для Pro-класса. Этот просто будет как шоу-кар, но он должен быть подготовлен, потому что Диману нужно делать презентацию для спонсоров, презентации всей своей программы на первой гонке, что вот два готовых автомобиля, все очень круто, спонсоры, отзовитесь. Ну что, мы продолжим завтра. Ну что, друзья, сегодня уже новый день, утром мы поспали совсем по чуть-чуть, и я и Дима, я уже съездил за своим, так, вот-вот-вот, за своим пикапом. BMW оставалось здесь сегодня ночевать. Взяли у Майкла прицеп для того, чтобы отвезти вот этот автомобиль на поклейку, потому что мы и так очень много времени и места занимаем здесь у Derry Drive Exotics, и плюс, когда Дима будет уже, сегодня ему уже нужно ехать туда на Long Beach, вот, а мне будет комфортнее, чтобы машина стояла в другом месте, чтобы мне не приходилось сюда приезжать. Я ее заберу и привезу ему туда на сам Long Beach, чтобы она стояла красивая. Большое спасибо парням из N1 Customs, это N1 Customs, они реально помогли, они очень выручили меня и, конечно же, в основном Диму, но мне просто приятно, что есть парни, которым можно позвонить, они быстро врываются, помогают, все очень круто получается, именно так автоспорт и развивается. Мне кажется, я вам не подснял вчера, как она получилась. Просто посмотрите со мной, а? Вы просто посмотрите со мной на нее, а? Это же просто разъеб. Просто как будто я попал в какой-то нереальный фильм, мы готовимся уже, потому что одно дело, когда я готовлюсь к гонкам, это все равно маленькие локальные соревнования, пусть это чемпионат Калифорнии, в нем едет большое количество пропилотов, но все равно нету такого ощущения, что это уже, знаешь, вершина, вот, а здесь это будто бы, знаешь, как подъем на Эверест, когда, когда ты уже вот все, ты понимаешь, что это все, ты вот уже практически подошел к вершине. Да, остается именно, ты пусть даже не первый, ты много кто уже там был, но ты тоже здесь и на этой вершине, и Формула Дрифт является такой вершиной, и пусть даже не я едет буквально Дима, я всего лишь ему помогаю, но это так классно ощущается от того, что то, о чем я мечтал буквально 3-4 года назад, просто лишь начиная Дрифт. Я даже не думал, что когда-то я буду на Формуле Дрифт, ехать, смотреть и уже болеть за своего друга, это очень круто, это очень круто, это очень впечатляет, и, конечно же, я очень надеюсь, что вообще в Формуле Дрифт ведут командные зачеты, когда-нибудь мы сможем ехать с Диманом в одной команде, это было бы максимально круто. Так, ну все, машина уже загружена и отправляется на клейку к парням, сейчас я туда повезу и будем включаться уже оттуда. Самый прикол в том, что на машине сейчас нету коробки передач, и поэтому ее можно катать только руками, и проблема в том, что у них там такая горка достаточно сильная, придется очень затолкать ее туда, машину на заварке, блин, очень тяжело, но здесь не заварка, здесь как бы спул, винтерс, все дела, но это ничего не меняет, ее также очень тяжело толкать всегда из-за этого. Я съеду на машине, отвез бруцкую машину, еду по хайвее, нереально испугался, потому что, смотрите, видите, сзади нету прицепа, а он там есть. Прикол в чем, что я-то обычно езжу со своим трейлером, который закрытый, а сейчас взял у Майкла прицеп, который просто открытый, как платформа, и я еду на большой скорости, и такой бах в зеркало, нету прицепа, очень сильно испугался, и потом только вспомнил, что у меня платформа, он же маленький, его просто чуть видно, это просто прикол, история прикольная, но я прям испугался, что нету прицепа, я думал, что он отцепился, блядь, думаю, сейчас возвращаться, уже успел все перепродумать, что я буду делать, но, слава богу, он сзади, пока. Ну все, нам осталось только загрузить машину, и я отправляю в грузку, гляньте сразу, М5, ууу, А10, а там уже стоит ласточка, которую нужно загрузить, и все, едем в грузкому. Так, немного для вас поднимаю, что такое формула дрифт, вот, прикольно, что здесь очень много зоншин-монтажей, и вот одна из них, там есть другая еще одна, но я вам хочу показать не это, показать, какие примерно здесь машины есть, масштаб, конечно, просто впечатляет, то есть техпарк огромный, все с большими, разными, красивыми палатками, мне очень нравится, вот, почти у многих есть, это большие прицепы, но не для фуры, а они для обычного трака сделали, ну, как обычно, это тоже почти фура, и к ним такая палатка, то есть выдвигается большая зона, у тебя с собой хорошая мастерская собрана, и красивая палатка, и так вот у многих сделаны, вот как у Димана сделаны, так же вот еще у ребят сделаны, вот, в принципе, даже на маленьком прицепе так же сделаны, кстати, вот, можно поучиться, потому что прицеп достаточно небольшой, в принципе, чуть больше моего, и к нему вот такая выдвигающаяся палатка. Кстати, очень популярны стали японские вот эти кейкары, люди возят их с собой, чтобы ездить здесь на гонки, потому что удобно, что можно его загрузить и еще машину уместить. Это вот тоже пилот чемпионата, в котором я еду, Руби Хансен, Руди Хансен. Да, я сейчас подсчитаю, прочитаю, как его правильно зовут. Да. Ребята едут у нас в Hot Pity, и вот чувак уже здесь на Формуле 3 Pro серии. Так, в общем, ситуация следующая. Мы заехали, Диман здесь 3 давно уже, он уже разложился, все расставили. Последние приготовления автомобиля, остались только ноздри приклеить. Так, ну что, мы уже сидим на трибунах, посмотрели один проезд Димана. На самом деле, для первого проезда он проехал прям очень хорошо, то есть, ну, это была уже прям такая зачетная попытка. Все зоны собрал, угол был более-менее стабильный, но чуть-чуть маленький. Ну, это прям нормальный был проезд, я, если честно, удивлен, что он с первого раза прям очень хорошо проехал. Так, а тем временем этап продолжается, прям не успел достать телефон. Очень сильно заехали, причем это, блин, это наш Hot Pity пилот Руби. Блин, очень жалко его. Подъехали спасателями. Это Оди, да. Оди ехал вторым чейзером, и его... Он не стал... То есть, видно было, что он едет в стену, но я думаю, просто ему это было непонятно, и он не стал его отпускать заранее. И этот от удара его, как бы, тоже подтолкнул, и ему тоже заехал в стену. Обидно, обидно. Да, это наш Hot Pity пилот. Блин, он такой злой ходит. Очень сильно расстроен. Блин, представляю. Вот примерно так же я был расстроен, когда меня толкнули в стену. Но только у меня, конечно, сильно мягче было, а здесь прям очень сильно. В целом план на гонку такой, это то, что не разложить машину на тренировках, потому что уже несколько людей разбило. И то сейчас пока явно Диман вообще не рискует, едет аккуратно, стабильно, спокойно, а уже дальше будет наращивать больше и больше агрессии. Ну и на самом деле основное для нас сегодня заезд. Квалификации как таковой не будет. Формула Дрифт отказалась полностью от квалификаций. И сделана по принципу, как это было сделано у нас в чемпионате, уже на первой гонке. И в прошлом году, в принципе, то же самое. То есть, все едут парные. Но перед ТОП-32 есть еще дополнительная сетка, в которой каждый едет со своим условным соперником, который выбирается в случайном порядке. И уже оттуда люди попадают в основную сетку ТОП-32. Естественно, она сформирована еще таким принципом. То есть, все те, кто ехали в прошлом году, по итогам чемпионата, их расставляют в условной квалификации с первого по последнее место. А все новички попадают вот в эту битву. Так, отъездили тренировки. Первую, вторую сессию. Сейчас будет автограф в сессии. Дима пойдет раздавать автографы, как настоящая звезда. Все суетатся. Здесь вот снимают уже это реальные блогеры. Очень крупный американский канал тоже сегодня подснимает Димана. С нами сегодня тоже Майкл Эссо. Полноценное сопровождение автомобиля делает. Так скажем, гарантийное сопровождение. Потому что Дима купил автомобиль у него и сейчас смотрит, что делать. На формуле Drip есть нюанс в том, что шина, на которой автомобиль участвует в самой гонке, должна иметь DOT-стикер. То есть, именно должна быть разрешенная для дорог общего пользования. Это абсолютно такие же шины, как стоят сейчас у нас. Но на наших шинах написано DOT-компетишн-онли. Они не разрешены для дорог общего пользования. Это сделано для того, чтобы никто не шпилился резиной. И сейчас происходит проблема, потому что тот, кто должен был привезти шины на трассу, именно с правильным стикером, он их не привез. И сейчас Диман очень сильно нервничает. Из-за того, что у него есть шины для тренировок. И тот, их осталось буквально две пары. И нет шин, на которых он может участвовать в заезде. И заезд начнется где-то через 4-5 часов. Короче, очень прикольный момент. Я просто гулял здесь по Формуле Дриха. Подошли ребята, это те, кто купили мой корвет первый, который ездил. И сейчас в Мексике, парень на нем ездит. You're going to local championship in Mexico, yes? Yes. Yeah, yeah, it's good. Это очень интересная случайная встреча. Спасибо парням. Alright, big one here. Конор Шанахан, Дмитри Бруцки, multiple pro-spec champion. Really chop it up properly in pro-spec. But he made the jump finally this year to pro. Here we go. Шанахан in that E36. You got BMW versus BMW. Look at the swing from Шанахан. At the gate. Бруцки right there. And look at that. Шанахан uses all the course. Man, absolutely slingshots in the outside zone 2. In the outside zone 3. Шанахан on, blazing a trail right now. Бруцки not backing down. Team never settled. Living up to his motto. And there it is. Wow. Oh, man. What a run. The crowd erupts here in Long Beach. Шанахан has promised to come over here. And he shows up in a grand fashion. Where is, you know, on the left-hand side or right-hand side? Here we go. Бруцки out front. Team never settled. And that coming to the view. Take an eye to the judges. Big angle from him. Шанахан is right there. Oh, wow. Nice. Outside zone 2. In the outside zone 3. Here goes Bruttski and Shannon. I mean, this is absolutely carbon copies of each other's run. Oh, we got it banging. Oh, oh. Woo. Banging wheels. Banging doors. What a run there by both these guys. That was. So, no one more time. I know I'm kind of mad. I want it to happen again. No OMTs here in our seating brackets. And Ryan Egger breaking it down. Critiquing. Dialing in. Here we go. Slide him left for Shanahan. Connor Shanahan. You made me nervous. You made me sweat. It's like I battled the best drivers in the world. And it's like I was never nervous like this. And it's like you gave me good start. Good battle. Так, ну что, расскажем, что же у нас получилось. Ну, точнее, у Димы конкретно. Все, гонка для нас закончилась. И закончилась она по причине того, что новая система сказалась именно на нас. На Диме она очень сильно сказалась. Потому что ему просто случайным образом из-за того, что и он в том году не ехал в формулу drift, и Конор Шанахан, он не ехал в формулу drift, им поставили совместный заезд. Соответственно, это очень сильный батл, достойный, наверное, минимум топ-8, топ-4, а может быть даже и финала. Но никак не битвы на вылет за то, чтобы просто попасть в топ-32. Но это случайность, с этим ничего не сделаешь. Но самое интересное, что сам батл оказался очень сильным. И Дима реально показал очень серьезную борьбу. То есть Диман прям навязал борьбу Шанахану. Это заезд, в котором была допущена буквально маленькая ошибочка, где он коснулся стены, чуть-чуть подкорректировался, и Шанахан его ударил просто под конец заезда. Понятное дело, что решение абсолютно очевидное, и судьи в ценах делали здесь правильный выбор. Но обидно, что это произошло сейчас, потому что такой батл мог бы произойти гораздо выше. И, естественно, если бы была бы квалификация, то вряд ли бы Диману Шанахану выпал бы заезд прям сразу в топ-32. Он бы случился минимум в топ-16, топ-8 или выше. Ну и на этом, наверное, я закончу эту серию. Это был классный момент, просто попасть в формулу Дрифт, попасть именно в про-уровень, потому что проспект Диман ездит очень давно. И, ну что, все случилось, все случилось. Вот мы на формуле Дрифт с командой, в которой я то или иное участие принимаю. Это очень круто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!